приветствую вас дамы и господа в этом видео рассмотрим новый танк премиумный кпз проект 68 п давайте немного ознакомимся с его базовыми характеристиками 2 секунды сведения 0 33 точность 230 пробития бэбэшкой 400 альфа 300 пробития кумулятивом 60 пробития фугасом 515 альфа дпм всего лишь 1600 стабилизация у танка плохая 1300 хп броня у танчика в корпусе vld 90 борта 30 корма 20 миллиметров броня башни 85 миллиметров лоб башни 60 борта 35 корма то есть этот танчик несложно пробивается фугасами в борт корпуса и в корму а вот во лбу там у нас есть отвал который на vld защищает нас от всяких там фугасиков очень часто меня кобра не пробивала было это много раз поэтому можно сделать выводы что немного это броня от фугасов защищает также еще башня хоть и написано что всего лишь 85 миллиметров но вот ободок маски вокруг пушки там все-таки какая-никакая броня есть она часто то рикошетит то отбивает снаряды часто если в нее попадать когда вам в нее будет попадать неизвестно поскольку это скорее всего будет случайность поэтому надеяться на броню не стоит она очень тоненькая ни от чего особо не защищает но даже в бою на фоне вы можете заметить как там один-два снарядика отлетела это все та же самая маска которая иногда чуть-чуть раз в году бывает спасает ну и на vld отвал который может немножко вас спасти от фугасов в принципе больше на броню рассчитывать мы не можем также танчик очень большой вы встретите немало тяжелых танков вокруг себя которые размером с вас также пока не прокачаешь полевую модернизацию или не поставишь турбину танчик ездит с неохотой точнее разгоняется вроде бы удельная 19 с половиной мощность двигателя 900 но пока я не прокачал полевую модернизацию где добавляется мощность двигателя в процентах танк как-то разгонялся вообще с неохотой было ему это делать лень максималка у нас 55 набирают он ее тоже не очень обзор 390 также у танка ездит гидропневма подвеска благодаря которой или вопреки орудие опускается вниз на vld на 9 градусов свои градусов там кажется 4 или 5 остальные градусы добавляются подвеской из-за чего вот эти вот 4 или 5 градусов у нас орудие опускается в другие стороны допустим на борт орудие вот на вот эти пять градусов опускается и подвеска никак помочь дальше не может поскольку подвеска у нас в игре работы только вперед назад хотя в реальности подвеска работает в любую сторону и лучше бы просто вместо подвески были бы хорошие увн и так было бы честнее справедливее и в принципе было бы приятнее играть во первых во время стрельбы из-за подвески прицел надо может подпрыгнуть что мешает стрелять либо это заставляет вас более продолжительное время выцеливать стоять соответственно рисковать и подставляться а такой большой и не особо бронированный танк несложно пробивать и попадать даже с больших дистанций враги не часто сводятся или целятся в этот танчик поскольку он огромный и в нем нет брони практически поэтому имейте ввиду если вы где-то засветились и вы не в укрытии то чаще всего вы будете получать танчик играется как танк поддержки покрыски со второй линии из-под тяжка когда враги отвлечены или разряжены выкатываемся даем альфу уходим на долгую перезарядку а перезарядка у нас совсем фаршем будет дольше 10 секунд как бы вы не старались на розовом оборудовании с докпайком у вас будет 11 с половиной перезарядка на таком дпм и такой долгой перезарядки особо никуда не ворвешься плюс еще будет гидро пневмо подвеска вам мешать играть активно и имейте ввиду что на бочину пушка опускается очень плохо если вы на врага через рельеф куда-то выкатываетесь то нужно делать это только лицом никак боком особо не вылезешь поскольку пушка не опустится такое в рандоме я уже замечал как люди выкатываются и потом пытается как-то стрельнуть гидро пневмоподвеска на только вперед назад и все и люди так сливались даже пока там пытались найти где же мои 9 градусов у военно почему их нет вообще танчик в целом очень сложный реализовать его тяжело сыграл я на танке 49 боем насколько я помню средний урон у меня получился почти 2500 даже там немного не хватает результат очень скромный слабенький реализовать танк тяжело он очень большой легко пробивается подвеска очень сильно мешает играть стабилизация настолько ужасно что я поставил на танчик досылатель стабилизатор улучшенная т3 сведения экспериментальная которая добавляет у нас и сведения и стабилизацию я еще за инструкции поставил стабилизатор еще поставил доп паёк и все равно это пушка но не радует какими-то там сверх стабилизациями и точностью приходится все равно стараться сводиться выцеливать и так далее если не ставить т3 сведения экспериментальная то танчик будет дольше сводиться и будет хуже стабилизация за счет чего мы во время выстрела дольше будем выцеливать сводиться дольше будем стоять на месте соответственно будем дольше подставлены под врагов светиться и получать на этом танке хочется быстро дать альфу и спрятаться уйти на долгое кд и искать момент следующий в принципе если враги потихоньку подставляются время от времени вы с места с кем по издалека стоите стреляете при таком несложном геймплее если враги сами предоставляют вам урон кажется что с танчиком все в порядке все нормально вроде бы даже ничего сложного урон набивается легко но как только нужно тащить бой или как только происходит какие-то динамические ситуации где нужно поехать что-то поделать плюс рельефы плюс там какие-то быстрые ситуации тут же танчик начинает мешать мешать своим большим размером отсутствием брони плохой стабилизации гидропневмоподвеской и всем остальным в принципе я считаю что этот танчик просто обычный средний сбалансированный не рыба не мясо для большинства наверное даже если просто его покупать за обычную цену как все танки стоят премиум на 8 уровня 11 тысяч золота даже при такой цене стоит задуматься нужен ли он нам ведь можно в боновом магазине взять что-нибудь даже наверное поинтересней да и за за само золото тоже бывают танки неплохие нужен ли вот такой новый танчик немецкий средний здесь даже нужно задуматься честно говоря теперь немного поговорим за контейнеры которые называются путь воина честно говоря мне кажется что это полный провал до контейнеры стоят два раза дешевле чем новогодние но гарантированный танк мы получаем в два раза дальше не на 50 коробки она сотой и это еще не все шанс выпадения прим танка всего лишь один процент а контейнеры которые были на новый год нам давали прям танки чаще поэтому эти контейнеры на мой взгляд не в два раза дешевле должны быть а намного дешевле еще поскольку они не в одном месте слабее а в нескольких а подешевели всего лишь в половину это что-то не то как-то она не сходится есть люди которые думают что ты за свое золото или деньги получаешь ресурсы которые в этих коробках есть а на сотую коробку тебя вознаграждают танком но минуточку подождите а что это за награда такая который тебе дают на сотую коробку если сотая коробка это 25 тысяч золота эти танки не стоят 25 тысяч золота это что за народ это такая которая не то что в два раза дороже обычного танка а даже немножко еще больше чем в два раза это что за награда то такая так еще и по комфорту и по мощности по имбовости эти танки не блещут никак вообще ничем абсолютно все которые есть в коробке даже какой-то устаревший защитник которому уже семь лет наверное более-менее самый актуальный среди этих всех но есть танки которые им более защитника и не всем нравится кривая пушка защитника то есть это еще и танчик на любителя но я не могу назвать его слабым а вот остальные танки даже на фоне защитника смотрится ну такое объект 259 а но неплохо сбалансированный танк но он откровенно говоря очень слабый по броне и на нем приходится играть по крысе как танк поддержки даже сами разработчики признали в интервью что танчик по их мнению должен был бы быть получше но что-то он вышел и оказалось что как-то не получился он получше но апать его никто не собирается но не вышел и не вышел 113 вариант 2 он еще даже немного слабее чем объект 259 а т95 едва это американская стэшка которая даже не прям танк и он очень слабый там 190 пробития нет брони плохая стабилизация как для такой альфы 240 и такого нищего пробития мало бы быть стабилизацией получше так еще и дпм не самый лучший в танке по сути не особо то что то есть так еще и шишка огромная на голове жуть и он даже не премиум на это смешно эти танки ни один из них не стоит 25 тысяч золота как награда за то что мы открывали 100 коробок получая ресурсы так и ресурсы мы не выбираем какие мы получим из коробки неужели вам нужны эти там пару дней прямо серебро резервы на опыт на свободку там или на серебро а может быть декальки вам нужны или камуфляж может быть что-то из этого конкретно и вам и нужно но вы же не выбираете конкретно что-то вам что-то рандомно выпадает не факт что она вам надо а вы за это платите полную стоимость открывая каждую коробку и потом вы получаете в награду на сотую коробку если вам не повезет до этого и не прокнет шанс один процент и не выпадет что-то там из прям танков то за 25 тыс золота на 100 коробки вы получите вознаграждение средненьких поем волос титанчиков который еще и тяжело реализовать один из них даже не премиумный и вообще очень слабый по сути на нем даже не стоит выезжать в рандом поскольку а зачем на нем мучаться то я не понял стоит ли это 25 тыс золота на мой взгляд нет стоит ли ресурсы если мы их просто обмениваем золото на эти ресурсы из коробок или деньги на ресурсы из коробок на мой взгляд золото ценнее чем та фигня которая есть в коробках а вознаграждение в виде таких танков это смешно на мой взгляд актуальность этих контейнеров очень низкая они скорее вызывают негодование и ужас как вообще можно бы такое сделать на мой взгляд это просто ужасно если бы эти танки просто за 11 тыс золото продавали то можно было посидеть подумать хотя бы начать была бы возможность такая но за 25 тыс золото даже несмотря на то что за эти 25 тыс вот она еще какой-то ресурсики насыпят в коробках мне кажется что это очень дорого даже несмотря на то что мы вместе с танком получим по дороге еще какие-то ресурсы во-первых не факт что они нам нужны мы их не выбираем какие именно нам выпадут так и сам танк мы не выбираем нам какой-то случайно дастся которого еще нет так они все еще и далеко не самые лучшие самые приятные не самые легко реализуемые мне кажется это самые душные коробки из всех которые я вообще в принципе видел это лично мое мнение свое можете написать в комментариях с вами был варточка рати красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока